Всем привет! В эфире программа Headliner и сегодня в выпуске. Диаса Блайф в гневе. Что возмутило известного певца? Как подружиться с великаном? В Алматы прошел закрытый показ новой картины Стивена Спилберга. Это еще не конец. Артишок подвел итоги своего 15 сезона. Стивен Спилберг вернулся таки к картинам, посвященным малышам. После многолетнего перерыва отец семерых аж детей воплотил на экране легендарную повесть Рольда Даля. Большой, добрый, великан. С сегодняшнего дня у вас есть возможность посмотреть ее в кинотеатрах. Великан забирает Софи с собой в страну таких же гигантов. Но, как оказалось, там обитают не самые дружелюбные существа. Вскоре становится очевидным, что для девочки оставаться там небезопасно. БДВ, как она называет своего друга, решил вернуть ее в сиротский приют. Но у малышки куда больше смелости, и она принимает решение проучить соседей великанов, пожирающих детей. В этом ей поможет ни много ни мало королева Виктория. Только вот я не понимаю, королям же не говорили то, что они боятся воды. Как они узнали? Естественно, два одиночества стали лучшими друзьями. Стивен Спилберг вернулся так и к картинам, посвященным детям, после многолетнего перерыва. Отец семерых детей воплотил на экране легендарную повесть Рольда Даля. Что ж, стоило подождать, ведь современная компьютерная графика поражает воображение. А 12-летняя Руби Барнхелл, сыгравшая главную героиню, отлично сыграла любопытную Софи. Самое интересное было про сны. Стрельболюб, что ли? Стрельболюб, они выпивали и подскакивали. Когда за дело берется Стивен Спилберг, я думаю, что каждый человек, который любит кино, он уже понимает, что это мастер своего дела, и он уже не берет какие-то средние сценарии. Мне понравилось. Местами она такая-то, но маленькая она еще. Для старшему все хорошо, уже в среднюю группу. Безумно просто красиво, и эти добрые глаза главного героя, главного вот этого большого доброго великана, ну это просто, не знаю, мне очень понравилось. Передаю всем пример и говорю, обязательно сходите на фильм, очень круто, или дождитесь премьеры. Стой! Софи, закройся! У тебя есть чем полакомиться? В кино с 30 июня. Женея Шарибжанова, Тимур Бушаев, хедлайнер. 120 спектаклей и 9 тысяч человек за 10 месяцев работы. Для первого независимого театра «Артишок» закончился 15 сезон. Предлагаем вспомнить самые яркие моменты, подвести итоги и узнать, чем же порадуют артисты театра в следующем году. Это не театр для молодежи, да? И это не театр для хипстеров, ну как многие могут думать. Это театр для людей. Ну если говорить о возрасте, это, наверное, 20, 20, 45, 55 лет. Ну очень достаточно, ну как бы, ну большой разброс такой возрастной. Как я для себя формирую, это очень думающий человек, который не ленится работать душой, который любит качественный продукт, в том числе в области культуры. Вложенное представление, клише об «Артишоке», который лично меня очень заводит, когда я слышу, что «Артишок» — это люди, которые работали в цветных костюмах на корпоративах. И так они реализовывали себя, или что-то зарабатывали деньги. Вот это то, что меня вообще в принципе заводит на уровень того, что, ну ребят, ну может быть это вы не шли дальше этих корпоративов, потому что с первого дня «Артишок» функционировал именно как театр. Театр, который находится в подвале, воспринимается как любительский, например. Хотя «Артишок» — это целиком и полностью профессиональный театр. Здесь профессиональные актеры, профессиональные менеджеры, профессиональные режиссеры. У ребят, которые работают в «Артишоке», ну практически у всех зарубежное образование. То есть это профессионалы не просто хорошие, это профессионалы высококлассные. Ребята, которые пришли на смену, это уникальное поколение, это потрясающее поколение, это безумная, талантливая актерская энергия, сильная, готовая ко многому, имеющая возможности, ну я не знаю, для любого жанра, начиная от пластического и заканчивая музыкальным. Для меня был, наверное, очень таким ярким моментом, самым ярким, это мой такой случившийся режиссерский опыт, когда в принципе, вот как бы правильно перечислять и актриса, и директор, и что еще, как бы режиссеры, но так сложились обстоятельства, что у меня был на руках материал, и я познакомилась с этими ребятами. А я очень ценю такие моменты, которые тебе жизнь подкидывает, невозможно мимо них пройти. И это было мое какое-то сознательное решение с ними поработать, дать им что-то, что я могу уже дать. Это очень важно для каждого человека отдавать. 15 сезон прошел под знаком для меня в «Артишоке», прошел под знаком проекта «Время действовать», потому что это уникально, когда за один сезон на площадке одного театра в рамках разных театральных команд случилось 10 спектаклей. 10 спектаклей – это очень много. Это были 4 спектакля, сделанные командой «Артишока», это был еще один спектакль, который сделан был частично командой «Артишока». Это были 2 спектакля, привезенных один из «Пешкека», один из «Ташкента». И были спектакли, которые собрали, сконцентрировали, скажем, в себе актеров, которые не встретились бы на одной площадке никогда вне этого проекта. Совершенно точно будут новые проекты, новые спектакли. Это вполне вероятно будут новые имена, которые «Артишок» откроет для Алматы. Это могут быть какие-то местные ребята, это могут быть совершенно какие-то интересные, чумовые, приглашенные режиссеры, актеры из-за границы. «Карма» театра «Артишок» – это молодая энергия. Ну, это молодая кровь всегда. Я мечтаю только об одном, чтобы этот театр был. Ну, даже если нас не будет рядом. Ну, так случилось вот в 2 года жизни. Меня практически не было рядом с театром. Театр жив. Чем занимаются наши знаменитосты? Ответ на этот вопрос с легкостью можно найти в Инстаграм. Журналисты хедлайнера побродили по виртуальному пространству и нарыли. Нарыли кое-что интересное. Один из самых успешных кинорежиссеров современности, Нуртас Адамбай, решил напомнить всем о проекте «Тарас». В своем Инстаграм он отметил, насколько волнительно для него было снимать криминально-социальную драму после трех комедий и приложил к записи новый постер фильма. Напомним, что премьера картины намечена на осень 2016-го. А вот Ару Жан Джазельбекова не устает хвастаться своим участием на Московском международном кинофестивале. Всю неделю девушка рассказывает о реакции российских критиков и журналистов на картину «Дорога к матери». Говорит, что ревут все без исключения. Не время сейчас. Война. Вот врага разобьем, тогда обязательно найдем. Не забывает Ару Жан и про остальных участников фестиваля. Правда, с комфортом посмотреть хорошие фильмы ей не удается. Мест нет. Так, картину преображения с Ириной Горбачевой казахстанской красавице пришлось смотреть стоя. Диас Аблаев находится в весьма негативном расположении духа. Дело в том, что певец сейчас находится в Америке, где совсем недавно прошел парад сексуальных меньшинств. Один из новостных порталов Казахстана решил сделать из этого сенсацию, заявив, что артист принял участие в этом мероприятии. Но такая выходка не прошла мимо Диаса. Ему нашлось, что ответить. Мне кажется, было как минимум некрасиво это делать. И низко, и при полнейшем бреде. Ладно бы это еще была какая-то правда. Поэтому я жду как минимум извинений. Ну а все подробности заграничного отдыха казахстанских звезд вы сможете узнать из первых уст уже совсем скоро в программе «Ходлайнер». Слушайте, они все никак не угомонятся. Хейтеры целыми днями то и делают, что поливают грязью звезд и пытаются вынюхать что-нибудь скандальное. Некоторые селебрити от такой наглости в шоке и готовы принять самые жесткие меры. Хлою Грейс Морец достали. Девушка решила высказать все, что думает о хейтерах, которых не устраивает то ее фигура, то роман с Бруклином Бекхэмом. Она призвала всех прекратить прятаться за своими телефонами и попробовать высказать все в лицо. И даже слегка пригрозила. Так что с этой милой девочкой шутки плохи. Юлия Топольская, ставшая звездой после клипа «Экспонат», собирается замуж. Избранницей девушки стал известный юморист Игорь Чехов. Пара встречается уже несколько лет, пока неизвестно, когда именно состоится бракосочетание. Дэниел Рэдклифф не прочь вновь взять в руки волшебную палочку. Если раньше актер был категорически против своего возвращения к роли Гарри Поттера, то сейчас его уверенность пошатнулась. В одном из своих интервью он сообщил, что вполне может окунуться в волшебный мир, если ему предоставят действительно качественный сценарий. К слову, о магических приключениях. Джоан Роулинг опубликовала новый рассказ, где поведала о североамериканской школе чародейства и волшебства Илвер Морни. Ученое заведение было основано ирландской ведьмой Айсолд Сейр. Примечательна история тем, что в ней содержатся подробности об одном из основателей Хоргвартса, великом волшебнике Салазария Слизерине. Номерено Айсолд Сейр и уникальный ствол. Илвер Морни Школа Витчкрафта и Визердри. Оригинальная история с писателем Джей К. Роулинг. На этом все. Смотрите программу Хедлайнер по будням в 19.30. Подписывайтесь на наши аккаунты в инстаграм, собачках и тв.кз и на ютюб, чтобы быть в курсе самых актуальных событий и новостей. С вами был Юра Мальцев. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!